Ребята, здравствуйте! С вами Алексей. Добро пожаловать на мое новое видео по игре City Car Driving. Это рубрика обзора модов. И сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на платный мод, который называется Kia Rio. Стоит он всего лишь 50 рублей, так что, в принципе, цена и не такая уж великая. Помимо того, что здесь великое множество экстр, здесь, плюс ко всему, также еще и присутствует возможность отредактировать немножечко физику. То есть, можете даже ее под себя немножечко переделать. То есть, прям автор молодец, заморачивается. Усовершенствует каждый раз свой установщик. И мне это прям реально очень-очень сильно нравится. По салону, ребята, естественно, у нас салон от Kia Rio. Я понятия не имею, где он его взял. Наверное, может быть, смоделил даже сам. Смотрится круто. Очень даже круто. Особенно учитывая тот факт, что, по-моему, ни в одной игре я еще не встречал этой самой Kia Rio с салоном. То есть, чтобы там действительно все работало, все было хорошо, классно, здорово и круто. Сегодня, друзья, у нас с вами будет необычный обзор. Как у нас обычно складываются обзоры, вы все прекрасно знаете. Смотрим на тачку, разгоняемся по трассе, смотрим, как она управляется и т.д. и т.п. Сегодня у нас немножечко другой автомобиль. Он направлен на более такую спокойную езду. Возможно, даже на работу в такси. Видели вы ранее, да, когда я смотрел и показывал вам эту машину снаружи, у нас нанесена Ливрея, так назовем ее, да, Яндекс.Такси. А почему бы нам не поработать, ребята, сегодня в такси? Да, может быть, у нас и таксист будет немножечко такой суетной. Как вам такое? Осень, влажный асфальт, передний привод, ручник. Нормально все сегодня будет. Итак, запускаем двигатель. Отлично, все у нас запустилось. Открываем наш замечательный айфон, Ирхон, выбираем Рубер, нажимаем начать работу, ждем, соответственно, заказа. Я думаю, что клиенты сейчас достаточно быстро нам найдутся. И, кстати, ребята, я исправил, мне написали, я помню, когда у нас был стрим, мне писали вообще, как убрать замечания пассажиров. Вот сегодня заодно мы эту всю историю проверим. Если что, потом в описании я напишу, что нужно делать. Итак, ну что ж, газ в палац. Тачка у меня, кстати, чипована, и есть возможность такая, да, про чиповать автомобиль, поставить там экстру, и его, соответственно, про чиповать. Да, звук поворотников, конечно, стрёмно, это, по-моему, нет, я в Kia не слышал звук поворотников оригинальный. Ну, кого, ребят, Kia Rio, есть такие же, прям, что ли, ну, что-то прям совсем стрёмно. Блин, опять красный сигнал светофора, да, что ж такое, а вот только начинаешь работать в такси, только покупаешь тачку. У нас, кстати, я помню, на Гранте нечто подобное было, только под Новый год. Но оно неплохо подрывает, я хочу сказать. Куда ехать-то? Сюда? Очень хорошая реакция на руль. Прямо оно так перестраивается, классно вообще, и набирает хорошо. Вот, что я хочу сказать, уже 140 идём. Тормозилок, в принципе, ей хватает. Тут у нас был ГТР на обзоре тормозов, ему прям, ну, совсем-совсем чуть-чуть не хватало. Здесь прям машина очень плавно и уверенно набирает, и очень офигенно тормозит. Учитывая ещё тот факт, что у нас асфальтовое покрытие мокрое. Давай, Гельдмаген, газуй. Ёпс, туда, я, ну что ж такое. Очень хорошо слушается руля. Я бы так в реальной жизни не смог вывернуть, я бы там заколебался крутить. Даже АПСК не отщелкивает, офигенно тормозит, просто обалденно. На газ реакция такая туповатая, в принципе, как и на любом автомате. Очень мгновенно у нас не приваливает вся мощность, когда мы только-только подтормаживаем. То есть она вот прям такая, потихоньку, потихоньку, потихоньку. Но газ в пол, она какое-то время ждёт, и только потом начинает ехать. То есть, в принципе, как и на любом автомате, если ездили, то привычка у вас уже такая осталась. Так, ну-ка, сейчас мы попробуем немножечко. Нет. Захрустел старый добр ручник. Я бы хотел на самом деле в гололёд это всё ещё попробовать. Но я думаю, мы обязательно попробуем серию даже целую по этому поводу. Ух ты, какая она чувствуется, чувствуется то, что она даёт. Опа! Блин, ну на первом, на переднем приводе как-то, ну блин, это не тот, конечно, дрифт. Абсолютно дрифтом-то даже не назвать. Но это очень весело. Так, пассажирка наша там села. Надо ещё ближе, как я понимаю, подъезжать. Вот, блин, не могут разработчики сообразить маркер какой-то, добавить, чтобы вот встать на этот маркер. Типа как в мафии, вот в ремейке сделано. Площадка, на которую надо встать, чтобы пассажир сел. Итак, здравствуйте. О, здорово. Ты решил вперёд ко мне сесть, да? Ну, так, куда тебе ехать там тысяча метров? На рынок ты, походу, собрался. Ну, ладно. Я надеюсь, ты не против, если я чуть-чуть побыстрее поеду. Трикц. Кстати. А как вы насчёт музычки? Вы не против? Ну что, друзья, мы немножечко полетали, проверили машину, так скажем, в боевых условиях. В принципе, она справляется хорошо. И что самое главное, смотрите, пассажир доволен, он не хочет выходить из нашего замечательного автомобиля. То есть, по факту, как бы действительно получается. Эта фишка работает. И напишу я вам, ребята, в описании подробный гайд о том, как отключить замечания от пассажиров. Прям вот от души тому парню. Блин, к сожалению, не помню, как я его зовут. Он на стриме мне отписал в личные сообщения, написал вот этот вот способ. Это действительно работает. Потому что, ну, иногда бывает такое, да, что хочется как бы немножечко там с пассажиром, хотя бы по какому-то заданию, по какому-то рандомному маршруту, а не по тому, который ты в своей голове изобретаешь. Ну, просто хочется реально по нему взять и проехаться, да. То есть, ну, есть такое, есть такое, да. А тут это вот прям спокойно все делается и работает, и они не жалуются, и ты наваливаешь. То есть, ну, просто прям вот вообще красота, ребята. Итак, братцы, ну что ж, на этом наш обзор, я думаю, можно считать завершенным. Если вам в таком стиле обзора интересны в дальнейшем, то есть, допустим, если это будет какая-то действительно подходящая машина, можно будет что-то с ней интересное придумывать. Почему бы нет? Тем более, скоро у нас выпадет первый снег. Я думаю, что будет очень весело покататься на некоторых интересных автомобилях. На этом, друзья, все. Спасибо вам всем огромное за внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал. Ну, а с вами был Алексей. Желаю всем хорошего настроения. Всем огромной удачи и пока. И еще увидимся.